Иранская нефть Санкциями некоторых стран, в том числе и России, из-за своей ядерной программы и не мог поставлять энергоносители в западные страны. Однако в результате соглашения между шестеркой стран-посредников и Ираном санкции были сняты, и Исламская республика тут же вышла на мировой рынок, предлагая нефть со значительным дисконтом, который превосходит даже саудовский. И хотя многие эксперты говорят, что в нынешнюю мировую цену нефти иранский фактор уже был включен в момент подписания соглашения, он все еще оказывает на нее давление, и до стабилизации рынка далеко. Поэтому многие страны, зависящие от экспорта сырья, например, Азербайджан и Нигерия, вынуждены обратиться за помощью в Международный валютный фонд. Страны Персидского залива, у которых была финансовая подушка за пазухой, срочно перестраивать свои экономики, ну а некоторые уже близки к дефолту. Об этом далее. Мы продолжаем следить за ситуацией в Венесуэле, которая, по сообщениям Wall Street Journal, оказалась на грани банкротства. 26 февраля наступает срок очередного погашения по суверенным облигациям страны, и многие инвесторы сомневаются, что Венесуэла сможет выполнить свои обязательства. Ведь золотовалютные резервы находятся на самом низком за последние 12 лет, уровне в 15,3 миллиарда долларов. При том, что только в этом году стране предстоит потратить на обслуживание своего долга 9,5 миллиардов. Общий долг Венесуэлы на данный момент составляет более 90 миллиардов долларов, и, по мнению экспертов, объявление дефолта – лишь вопрос времени, а реструктуризация долгов будет долгой и мучительной. Тем временем парламент страны призывает президента Николаса Мадуро обратиться за гуманитарной помощью к международному сообществу, чтобы избежать голода в стране, из-за крайне низкой производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Так что ситуация там и впрямь близка к катастрофической. Япония готовится к переговорам о мирном договоре. Как сообщает РИА Новости, заместители глав МИД России и Японии проводят встречу в Токио, посвященную дате начала третьего раунда переговоров по мирному договору между двумя странами. Мы напоминаем, что Япония капитулировала во Второй мировой войне еще 2 сентября 1945 года. Однако мирный договор между Россией как правоприемницей Советского Союза и Японией до сих пор не подписан. Камнем преткновения здесь является проблема так называемых северных территорий – нескольких островов Курильской гряды, которые Япония требует вернуть при подписании договора. В последние несколько лет из-за введенных страной восходящего солнца экономических санкций против России работа над соглашением была приостановлена. Но теперь, похоже, две страны готовы к диалогу. Однако до сих пор не ясно, кто на какие компромиссы готов пойти. Это были мировые новости.